И тот самый Хачапури, посмотрите, ух ты, чуть не убежал, он тонкостенный. Всем привет, дорогие друзья, сегодня мы находимся в одном очень интересном заведении в городе Алматы, называется оно Есхинкали, пить вино. Почему выбрал это заведение? Потому что недавно, до Нового года, нашел Хачапури, как в Грузии, представляете? Такое заведение небольшое, если ехать, вот для жителей Алматы, я вам так проще расскажу, по-толюбив в сторону Восточки, просто не доезжай в Восточки, грубо говоря, вот тут оно находится. А гости, смотрите там инстаграмы, адреса, 2GIS, пожалуйста, скачивайте, смотрите. Что здесь есть? Во-первых, очень мне прикольнула подача домашнего вина. Супруга моя выбрала белое сухое, вот в таком граненом стаканчике. По меню есть разные позиции, самое главное, почему я сюда пришел, это за вот этим Хачапури. Дальше мы посмотрели салатики, но это все хорошо, и я увидел прикольную позицию Папа Хинкали. Папа Хинкали, в котором находятся 10 мини-хинкалюшек. Это реально интересно, это реально прикольно. Нам в качестве комплимента сразу принесли вот такую штучку. Это традиционный грузинский хлеб, он в очень интересной форме, я такой пока еще никогда не видел. Ну, вроде как сделан, но вот его сделали вот таким прямоугольным. И какой-то томатный соус. Я не знаю, мне кажется, грех не попробовать и грех не похрустеть вот этим свежим хлебушком. А ведь хрустит, а ведь хрустит. О, смотри, какой он прикольный. Внутри полностью пустой. Можно его чем-нибудь наполнить, и такой, знаешь, сэндвич будет грузинский. Например, каким-нибудь фасолью, лобио, да? Давай попробуем с соусом. Абсолютно легкий такой соус. Да, и вкусный. Не острый, не острый. Приятная штучка, реально. Неплохо перекусить, но мне кажется, еды у нас и так много, поэтому я сильно набивать желудок свой не буду. Грузинское домашнее сухое. Достаточно вкусное вино. Кстати, отлично. Пришли две наши позиции. Во-первых, это закуска. Это свежие овощи с грузинскими сырами. Три вида сыра. Здесь, походу, брынза, сулугуни. Не знаю, короче, не разбирать. Но это грузинский, наверное, окей. Ча-ча тоже грузинский. Хорошо. И тот самый хачапури. Посмотрите, ух ты ж, чуть не убежал. Посмотрите, в чем его прикол. Он тонкостенный. Когда его готовят, получается, уже в приготовленном виде, вытаскивают все тесто, которое находится в стенках, и помещают вот эту начинку и пропекают. Добавляется сюда желток и сливочное масло. Что теперь нужно сделать нам? Давайте, как правильно есть. Мы вот эту вот начинку вместе со сливочным маслом полностью, полностью вот таким вот образом вычищаем и перемешиваем. Этот хачапури нужно есть именно таким образом. По-другому, ну, конечно, можно есть тоже. Ну, типа, если не заморачиваться, но вот именно в этом весь его кайф. И почему в тонкостенном хачапури вот эта вот штука, она очень круто заходит? Потому что у него вся, у него все пространство занимает начинка. И то есть нет такого ощущения, что ты ешь один сплошной хлеб. Более-менее перемешал. Теперь берем, уважительно относимся к кончику, зачерпываем вот так вот начинку. Прямо вот хорошо зачерпываем. О-о-о! Красота получается! Красота! Как хрустит это тесто! Сыр, солоноватость, сливочность, все присутствует. Реально можно наслаждаться. И, кстати, по цвету самого хачапури видно, что его готовят не в духовке какой-то там, а в печи. Надеюсь, я не ошибся. Есть янкали пить вино? Если вы увидите этот обзор, пожалуйста, напишите в комментариях, печь у вас здесь используется или нет. Все, давай попробуем сыры, которые у нас есть. Первая брынза. Свежая. Приятная, приятная реально. Это что за сыр такой? Неужели это салагуни? Не могу понять. Но я так скажу. О, вот это прям соленый такой сыр. Вот это прям соленый сыр. Знаешь, мне кажется, вот эта закуска, она прям круто к вину подойдет. Очень круто к вину подойдет. И овощи залетают, и грецкий орешек здесь есть. Ну, знаешь, такой приятный стандарт. Чего мне не хватает вот в этом заведении, да, когда я вижу вот такой там костенный хачапури. Мне не хватает здесь салата из свежих овощей с ореховым, с грецким орехом вот этим рубленым, который в Грузии в каждом ресторане есть. Реально, вот это вот очень классная штука, которая подходит ко всему и к хинкалям, и вот прям вот освежает. Закуска, конечно, классная. Тоже неплохо. Ребята, короче, это у нас папа хинкали. Если честно, я думал, что папа хинкали будет побольше. Как они тут засунули 10 мини-хинкалей, я тоже в шоке просто. Ну что, давай порежем, посмотрим, что там внутри. Нам подали вот его с таким ножичком. Ах ты ж, а как порезать-то? Это горячий. Капец. Ну, ножик, конечно, слабовато подходит для этого теста. Такс. Просто давайте попробуем, попробуем разглядеть там вот эту вот красоту. О, господи. Здесь что, реально 10 штук? Я что-то не понял. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вот это 10 штучек. Один хинкалюшка пострадал. Смотрите. Это в натуре маленькие пельмешки. Это просто маленькие пельмешки. Интересно, в них есть сок вообще или нет? Маленький надкусик надо сделать. У них нет никакого бульона. Это просто интересное блюдо. Жаль, что мне кажется, здесь зелени не хватает. Реально не хватает зелени, господи. Как бы это взять? Как бы это вытащить? Короче, вот смотрите. Здесь реально... Ну, не, ну серьезно. Это просто пельмени. Это просто пельмени. И все. Это милые. Ну, очень милые. Они очень милые, правда. Что, классно? Достаточно легко отрываются от теста своего, от своего папы. Допиком себе еще взял вот такие три хинкальки. Давно, если честно, я уже хотел попробовать хинкали с сыром. Просто давай для сравнения. Для сравнения сделаем вот так. Вот. Это мини хинкаль, который находится в папе хинкали. И это вот обычного, стандартного размера у них такие хинкали. С мясом они такие же. Мы, когда ели доставку, на доставку и хинкали, они реально были большие. Я даже не представляю, как это есть. Есть ли там какой-то бульон или что, или как. Я просто куснусь сейчас и посмотрим, что там внутри вообще. Нет, естественно, там бульона никакого нет. Все, я убедился в этом теперь. Можете после меня не проверять. Давай просто попробуем. Я пока только тесто укусил. Ой, смотри, как классно выглядит сыр. Очень классно. Угу. Шикарно выглядит. Слушай, вау. Это очень вкусно. Реально. Я не ожидал от хинкали сыра, что они будут настолько вкусными. Ммм. Блин. Знаешь, что нравится? Сыр расплавился. Офигенный. Горяченький такой. Но не прям, чтобы рот обжигал. И прям реально круто. Да, это даже необычно, наверное. Мне нечего сказать. Давай, мне тут подали еще сметану. Наверное, неспроста. Может быть, стоит добавить сюда еще сметанки. Будет еще сливочнее, еще вкуснее. Сметана какую-то свою кислинку дает. Блин, офигенно. И тесто такое, знаете, вот. Кажется, что толстая какая-то. Кажется, что переваренная. На самом деле нет. Тоненькая, но очень упругая. Что и должно быть хинкали. Ну и вот такой у нас вышел счет. Давай посмотрим. 10-307 общий. Что здесь у нас? Грузия, белое вино 895 тенге. Кока-кола 595. Жду комментарий о том, какая дорогая кока-кола. Грузинские сыры, закуска 1795. Хачапури классический 2195. Стоит своих денег. Хинкали с сыром. Хинкали с сыром 1395. И папа хинкали 2495. Ну папа хинкали это чисто такое, знаете, блюдо. Вау. Блюдо, чтобы показать. Интересно. Все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Лайкосики. Всем пока.